Ускорение Лоренца. Новая экзотическая плазменная винтовка. Линейно-плазменная винтовка. Это тот самый экзот, который можно получить на первом уровне сезонного пропуска, если вы играете с купленным сезонником. Ну или на 35 уровне, если вы на бесплатной версии. Обычно я делаю ролики про сезонные экзоты в первые дни сезона. Но в этот раз... в этот раз я не был даже уверен, что до новой винтовки дойдут руки. Уж очень предвзятое теперь мнение про сезонные экзоты, все они так себе. Но все же, я поиграл, я сделал катализатор. И пора снова смонтировать видео, в котором я скажу, ну сезонный экзот необычный, но не думаю, что будет пользоваться популярностью. Или нет. Читаем перк. Оружие находит и помечает цели с помощью автоматической системы прицеливания. Уничтожайте отмеченные цели добивающими попаданиями, чтобы создавать телеметрическую сигнатуру. Подбирая эти сигнатуры, вы получите дополнительную энергию способностей, а если соберете 3 не умерев, то оружие получит баф к урону. Что ж, во-первых, было много вопросов о том, как винтовка выбирает цель, на которую поставить метку. Ну, ответ, как угодно. Серьезно, видимо в словах описания перка автоматическая система прицеливания, сокрыт этот самый смысл, что винтовка сама решает, когда и кого помечать. Может пометить кого-нибудь у вас за спиной, а может пометить того, кого вы и так видите. Раньше это работало в пвп, но к моменту выхода этого ролика, эту функцию отключили в гарниле. Не всем от чего-то нравится то, что ваншатующая в голову винтовка вешает на противнику ВХ-маячок. Интересный момент еще и в том, что перки винтовки, точнее эффект от них, работает и тогда, когда она убрана в кобуру. То есть и ВХ-метку она может поставить тогда, когда вы используете другое оружие. И создавать телеметрические сигнатуры тоже получится с какого-то другого оружия, если винтовка в кобуре и кого-то пометила. Это очень удобно, особенно когда сделаете катализатор. Кстати, есть тут и вспомогательный перк, как раз награждающий за убийство врагов в Крит. Благодаря ему каждое убийство в голову создает взрывную волну, а точнее вакуум, который сначала стягивает окружающие цели, подобно стазис гранате, а затем взрывается, нанося урон. Выглядит это реально эффектно. А какой звук! Привет, как дела у твоего плана? Катализатор, о котором я упомянул, можно получить, выполнив задание у Гансмита. Там все просто. Пара этапов и затянутая шкала прогресса, требующая завершить любые активности в плейлистах, типа гарнила, гамбита или налетов. На втором этапе верхняя шкала на сбор данных будет заполняться довольно медленно. Я ее добил, играя в матче Железного Знамени. За матч дается по 5 единиц к прогрессу. Когда завершите квест и получите катализатор, нужно его еще активировав, сделав несколько сотен убийств с винтовки. Разумеется, как и всегда, проще всего это делать на Шура Чи в последнем желании, ну или как я в комнате с бесконечными тралями в подземелье Расколотый Трон. С катализатором вам не нужно будет убивать противников в крит, чтобы те стягивали окружающих и взрывались. Достаточно килла в тело, но при условии, что вы перед этим собрали 3 телеметрии подряд. Я ранее уже сказал, что очень удобно, что винтовка создает эти маленькие амулеты даже при убийстве с другого оружия. Начистили так вот вы мелочь, собрали 3 телеметрии, а потом наваливаете оставшимся мобам куда попало, а те взрываются и стирают все вокруг. И как я опять же и сказал, кроме взрывов, винтовка еще и увеличение урона получает за подбор 3 телеметрии без смертей. Баф дается надолго, на 30 секунд. И он даже не сбрасывается, если вы уберете оружие в кобуру. Видимо, выводы после векса сказались. Благодаря этому бафу винтовка, кстати, будет дамажить больше, чем тяжелая линейно-плазменная винтовка в третий слот с перком стрижающее оружие. Что довольно круто. Не забывайте, что в этом сезоне на все плазменные и линейно-плазменные винтовки у нас особо пристальное внимание, из-за модификатора деконструкция частиц. Подробнее о нем я рассказывал в прошлом видео про дамаг на боссах. Так что смотрите его, чтобы понимать, что к чему. И если подходить к какому-то выводу, ускорение Лоренца отлично справляется не только с чисткой мелких мобов, но и подходит для урона по большим противникам, по чемпионам или по боссам. Конечно, идея брать ее на зачистку довольно неоднозначная, с учетом того, что с этим не хуже справится куча другого оружия на белых патронах, которые теперь бесконечны. Однако, фишка именно в универсальности оружия. Это такое, решение для ленивых. Вполне годится под это. Под экзот уже есть разные билды, с учетом ее особенностей на откат способностей. Но о билдах мы будем говорить чуть позднее в сезоне, и там я об этом расскажу. Но что там с фразой «Ну сезонный экзот этот необычный» и вот это бла-бла-бла? Пожалуй, нет. Ее не прозвучит сегодня в моем ролике. Она неприменима к этому экзоту. Винтовка будет популярна, но только в этом сезоне, в рамках сезона исчезнувших. И в особенности у тех стражей, кто не выбил все еще тысячу голосов, или не сформил себе хорошей фьюженки из легендарок в пару к симулянту. Для остальных мета уже формируется совсем иная. Так что экзот хороший. Но где конкретно вот я с ним буду бегать, пока не знаю. Данжи закрывать, да. Хорошо, вообще отлично подойдет. Не надо будет 10 раз все менять. Налеты бегать, там вообще все что угодно можно брать. В пвп она тоже многим зашла. Но разве что в рейд с ней я не пойду. Там все же оружие на лучший урон нужно. А вот что с грандмастерами? Я вообще не удивлюсь, если она и там пригодится в итоге. Как-никак на нее и мод против неудержимых воителей можно поставить. И урона внести не стыдного с нее получится. И да-да, я совсем ничего не сказал о ней в пвп. Да потому что там это просто линейка. Что? Ну ведь в ха. Ну так уберут у нее в ха, я же сказал. И что тогда? Что останется? Нет, у нее нет сломанного аим-ассиста, даже на геймпаде. И нет там ничего другого, чтобы заставить с ней играть на серьезных вещах. А на этом пока у меня все. Спасибо за просмотр. Пишите, как вам эта винтовка. Будете ли вы с ней играть. И до связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...